Приветствую вас, Евгения. Я думаю, что, конечно, желание заработать денег, оно вполне нормально, но, естественно, для каждого из нас вопрос заключается только в том, как именно деньги вам воспринимаются. То есть, грубо говоря, воспринимаете ли вы деньги как средство или как самоцель? Если вам деньги воспринимаются как самоцель, то ситуация, конечно, достаточно негативная для вас. Если вы воспринимаете деньги как средство к чему-то, то в таком случае, конечно, проблем никаких нет и быть не может. То есть, это абсолютно нормально, что, ну, абсолютно нормально хотеть заработать денег, вот, абсолютно нормально хотеть денежных средств для, ну, там, тех или иных задач, да, для тех или иных целей и так далее. То есть, в этом никаких вообще проблем нет и быть не может. Вот. Значит, очень-очень важно, вот, очень важно понимать, для чего деньги нужны вам. То есть, если вам деньги нужны, там, ну, условно говоря, просто, типа, чтобы были, ну, вот, это, конечно, совсем нехорошо. Потому что такие деньги вам, скорее всего, никакого удовольствия вообще не принесут. Если же деньги вы хотите использовать для чего-то, что-то себе приобрести и так далее, то в таком случае все более чем в порядке. Ну, мне показалось, что для вас деньги это вот все-таки все же некое такое, некое все же средство, некий все же способ, некий способ что-то для себя получить, некий способ что-то для себя приобрести, некий способ, вероятно, что-то себе... показать, может быть, показать, может быть, показать. То есть, тут вот, скорее всего, что-то вот такое. Ну, хотя, конечно, конечно, далеко, ну, далеко не факт, безусловно, вот, далеко не факт, что это так, и, может быть, ситуация там, ну, несколько другая, несколько иная. Ну, вот, на данный момент мне показалось, на данный момент мне показалось, что волнует вас вот это в большей степени, да? На данный момент мне так показалось. То есть, еще раз, да, чтобы не оставалось недопонимание, хотеть денежных средств абсолютно нормально, но одно и заключается в том, для чего. да, то есть, вот, какие цели вы преследуете. Вот. Вы говорите, что вы не растете, вот, вы говорите, что вы не развиваетесь, опять же, здесь не совсем понятно, не растете и не развиваетесь, чтобы что? То есть, какая у вас цель? Например, вы, может быть, считаете, что можете больше. Например. Ну, если так, то это один момент. Если вы считаете, если вы считаете, что можете больше, если вы считаете, что способны на больше, например. Либо вас просто не устраивает, ну, вот, текущая, ну, текущая позиция, да, и вы хотите как-то вот изменить ситуацию, да? Вы хотите чего-то другого, например, и так далее. То есть, это немножко все-таки уже, ну, это немножко другой момент, немножко другая история. Вот. И тут уже есть свои нюансы. Вот. То есть, самое главное, наверное, это все-таки не смешивать одно с другим, наверное, все-таки. Самое главное, не мешать все в одну кучу, да? И самое главное, наверное, все-таки как-то вот определиться, что это для чего и так далее. Собственно, то, что вы запутались на данный момент и свидетельствует, условно говоря, о том, что хотели вы изначально, может быть, чего-то другого. Но, может быть, изначально вы хотели совсем другого, не того, что у вас есть сейчас, да? И, может быть, пришло время как раз-таки пересмотреть тот ориентир, в направлении которого вы движетесь, например. Вот. Допустим. Дальше. Работаю фотографом, получаю дорого за деньги, скажу больше, напрягаю один фактор. Я одна и есть потолок. Не могу нанять людей и расширяться. Поэтому начать, думаю, бизнес на данный момент. У нас подсказок. С каждым годом я создаю, что времени все меньше. Сильно запутался, не знаю, что делать и вообще нормально быть помешанным на заработке. Ну, видите, вы здесь, по факту, на мой взгляд, не описываете все ситуации как бы целиком, да? То есть, ну, у вас есть определенная задача, скажем так, да? У вас есть определенная процесса, но не совсем, как бы, понятно, где здесь, где что. Вот. То есть, если вы, опять же, хотите расширяться, то почему, да? Если вы хотите, если вы говорите, что у вас мало времени, то, опять же, мало времени на что, да? То есть, ну, вот эти все моменты, как бы, они важны. Вот. Потому что я понимаю, что, может быть, вы, ну, считаете, что у вас на самом деле мало времени. Но я могу это понять, что, ну, что вы чувствуете, что мало времени. Но я не очень понимаю, мало времени у вас для чего. То есть, чего именно вы боитесь не успеть, собственно говоря. Вот. Потому что страх чего-то не успеть, ну, говорит о том, что не совсем вы про профессию, вот, ну, больше про другого. Вы говорите больше все-таки, немножко про что-то другого. Вот. Потому что профессии, тем более, вот, в такой творческой профессии, как у вас, да, никогда не знаешь, а, как, что и сколько времени. Ну, будет это все длиться, чего вы, там, условно говоря, ну, можете достичь, добиться и прочее, прочее, прочее. Вот. И если вас это не устраивает, ну, значит, а, как я и сказал, говорите, говорите вы не совсем про, а, про профессию и про удовольствие. Да, говорите вы немножечко про другие вещи. Ну, это, опять же, не значит, что, а, это, опять же, не значит, что это плохо. Просто важно понимать, а, что именно вам важно. Да. Вот. Я могу предположить, что вы, ну, в какой-то степени можете стыдиться, вот, стыдиться того, что вы хотите здесь денег, вот, и хотите, ну, там, вот, что-то получать. Но, если это так, то, стыдиться здесь абсолютно нечего, вот, и, потому что, ну, более, чем адекватно, а, хотеть здесь, вот, но, то, что вы, там, грубо говоря, а, ну, вот, то, что вы, там, грубо говоря, а, ну, вот, то, что вы, стыдитесь, да, то что вы стыдитесь, если вы стыдитесь, то это, к сожалению, я бы сказал, укрепляет вас в такой позиции, да, то есть закрепляет вот эту вот не очень хорошую позицию, что вы мечетесь, как бы не зная, чему отдать предпочтение, но если вы не примете, вот собственно говоря, все свои потребности, которые у вас есть, вот, то вы можете, в принципе, так и остаться вот в таком состоянии, состоянии подвешенности, вот, и, конечно, смотреть здесь нужно не на морально-этическую сторону вопроса, а смотреть, нужно именно на точку зрения вас, то есть что нужно лично вам и чего хотите, лично вы, вот, и как, наверное, вот, правильно сказала коллега, да, что все течет, все меняется, и если раньше для вас было, ну, важно одно, то сейчас вам, вам важно совсем другое, и это, ну, нельзя отрицать, вот, собственно, это и невозможно отрицать, это можно, тут только, ну, тут только признать, это можно, да, и, в принципе, все, вариантов, ну, вариантов больше нет, просто наоборот, вот, вот, в принципе, то, что можно вам ответить. Да, вы не очень уверен в себе, но, опять же, опять же, здесь есть нюанс, здесь есть нюанс какой, вы можете быть неуверенным в себе, вы можете быть неуверенным в себе, по причине, ну, вот, по причине своей творческой натуры, то есть вы можете быть неуверен в причине того, что вы, вот, в принципе, такой вот человек творческий, и, ну, ну, мечет, мечет со стороны в сторону, например, вот, и это, ну, точно, тоже нормально, вот, то есть это тоже важно отличать неуверенность в себе от некого такого творческого, да, ну, творческого такого позиционирования, скажем так, вот, все эти моменты нужно учитывать, поэтому в деньгах ничего пастырного, в принципе, нет, вот, именно что в принципе нет ничего пастырного в деньгах, вот, но, как бы, важно понимать, вот, куда и на что вы хотите эти деньги потратить, понятно, вот, ну, для чего вам эти деньги нужны, вот, и уже зависимости от того, что они для вас означают, да, можно уже, вот, двигаться куда-то, можно двигаться, да, вперед и так далее, вот, значит, так мне понятно, с чем именно мы работали, вот, и что делать, что бы что, вот, ну, вот ряд у вас более чем такой хороший для формирования своей позиции, там, да, своей точки времени, вот, то есть вы находитесь как раз, вот, ну, там, там, где должны находиться сейчас, я так думаю, вот, и главное, не бояться идти на какой-то риск, да, главное, не бояться раствовать, вот, бизнес, бизнес, это хорошо, конечно, ну, вот, но, опять же, бизнесом заниматься, ну, могут не все, вот, и, основная вероятность, что вам будет слишком, ну, тяжело это делать, поэтому, тут всем лучше не спешить, вот, вот, так, я думаю, что вначале имеет смысл снять ваши претворечия, вот, которые у вас есть, ну, 100% у вас есть какие-то претворечия, вот, а дальше уже, я думаю, будет все, все более-менее понятно, вот. На этом все, надеюсь, что помог помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.